Беларусьбанк И мы начинаем с поединка между столичным РЦОР БГУ и Гомелем. Помимо соседства в подвале турнирной таблицы, обе дружины также объединяет качественная игра в атаке при больших проблемах в обороне. Достаточно сказать, что и хозяева поля зелено-белые самые пропускающие команды высшей лиги. На отрезке передочным противостоянием у гомельчан дела складывались более успешно. 5 очков в последних 4 матчах, в то время как студенты одержали лишь одну победу при 3 поражениях. В данном противостоянии команда Алексея Меркулова сходу обозначила свои амбиции и претензии на положительный результат, прибрав инициативу и полагаясь на мощную атакующую линию, ведомую лучшим бомбардиром чемпионата и самым полезным игроком по системе гол плюс паск в Ушуков. Южане активно атаковали большими силами, вскрывая барону студентов, выстроенную в новом сочетании. Однако долгое время гомель не удавалось расставить должным образом акценты в завершающей фазе атаки. А на 33-й минуте матча в ходе одной из немногочисленных контратак РЦОРа столичной дружине удалось отличиться. ТВ блестяще разобрался с оппонентами в центре поля и вывел на ударную позицию Шкурина, а форвард вывел студента вперед. Это взятие ворот для Шкурина пятая в сезоне, а ТВ, оформив шестой ассистентский балл, максимально приблизился по этому показателю к лидеру команды Владиславу Васильеву, перебравшемуся в Брестское Динамо. Забитый мяч позволил РЦОР БГУ сбить выступательный порыв гомельчан, и зелено-белым потребовалось время, чтобы прийти в себя. Второй половине встречи рисунок игры обеих дружин не изменился. Гомель продолжил атаковать, пытаясь пробить Лисько, в том числе посредством важного оружия в арсенале команды Алексея Меркулова стандартных положений, а хозяева поля были вынуждены много обороняться. Обилие борьбы и стыков в матче, который мог весьма серьезно повлиять на расстановку сил внизу турнирной таблицы, обыденное дело. Однако неуступчивость оппонентов и принципиальность обслуживавшего матч рефери Сергея Цинкевича вылились в удаление. На 62-й минуте матча защитник Артур Багу Свен получил вторую желтую карточку и покинул поле. Оставшись в меньшинстве, студенты, тем не менее, не стушевались, и перестроившись в результате замен, продолжали выдерживать избранную линию, плотно обороняясь на подступах к своей штрафной, а Квашуку никак не удавалось сравнять счет в матче. А на 82-й минуте столичный коллектив остался в девятером, после удаления появившегося на замену Концедайлова, также получившего второе предупреждение в матче. В итоге под занавес матча оборонительные по стороне хозяев поля дрогнули и пропустили острую атаку Гомеля в компенсированное время, а Сергей Цинкевич после столкновения Шкурдюка и Квашука в штрафной площади Рцора назначил варвата студента в пенальти и удалил еще одного игрока-энергетика. В этом эпизоде отметим как моторность Кушука, вырвавшегося из-за спин защитников штрафную, так и скидку Луцевича, добавившего мощи на втором этаже после выхода на замену. Сам Квашук на 93-й минуте матча реализовал 11-метровый удар и с 10-ю забитыми мячами укрепил свою лидирующую позицию в гонке бомбардиров высшей лиги. А на последней минуте Твэ, убежав с Мусоханьяном в лихую контратаку, едва не спас для своей команды 3 очка, но не сумел переиграть Кавлинова. 1-1 Рцор, Багу и Гомель не могут выиграть в трех матчах к ряду. Сохраняют исходные позиции и с тревогой ожидают в следующем туре матчей с Брестским, Динамо и Шахтером. Далее переносимся в Гродно, куда в гости к Неману пожаловала Ислак. К личному противостоянию оппоненты, возглавляемые самыми эмоциональными наставниками высшей лиги, подошли в полярном настроении. Представители Минского района, несмотря на невыразительную статистику гостевых матчей в нынешнем сезоне, а также не имея ни одной победы над гродненцами в гостях, в трех матчах к ряду обошлись без поражений, в то время как желто-зеленые угодили в очередной игровой и ментальный кризис. Потеряв ряд игроков основного состава из-за повреждений, разгромно проиграв Шахтера в минувшем туре и забив лишь один гол в трех матчах. Реакцией Игоря Ковалевича стали внушительные изменения в стартовом составе с дебютом новичков Стойковича и Марина, а также использованием Вигери в качестве опорного полузащитника. Ислач, полагаясь на привычное сочетание игроков в обороне, вместе с тем удивило отсутствие с первых минут матча одного из ключевых футболистов Юнсане, имевшего проблемы со здоровьем и не набравшего оптимальных кондиций. Рассчитывая использовать отсутствие взаимопонимания между вышедшими в новых сочетаниях гродненцами, в минут матча постарались сыграть активно, нагнетая давление у ворот Дудари и имели ряд перспективных возможностей открыть счет в матче, главным образом в результате розыгрыша стандартов. Неману потребовалось время, чтобы успокоить игру и спокойно конструировать свои атаки. Немаловажную роль в этом сыграл вернувшийся в опорную зону Евдокимов, который сумел связать линии и добавить осмысленности действиям желто-зеленых в центре поля. Однако до перерыва ни команда Виталия Жуковского, не перехватившая инициативу хозяева поля, отличиться забитым мячом так и не сумели. Во втором тайме у обоих соперников были хорошие подходы к воротам друг друга и шансы выйти вперед. Но если Якимов один из острейших моментов Немана использовать не сумел и промахнулся из убойной позиции, то волки на 66-й минуте матча смогли выжать максимум из своего эпизода у ворот Дударя. Появившемуся на замену Янсане переиграть для лкипера Гродницах не удалось, но Стефан успешно сориентировался на добивание. Этот гол для нигерийского защитника Ислыча стал четвертым в нынешнем сезоне и позволил возглавить список самых результативных игроков обороны высшей лиги. Гродницы, стрепенувшись после пропущенного мяча, усилили давление на воротах Аткевича, пытаясь отыграться. Голкипер гостевой дружины в этом матче несколькими нерасчетливыми выходами всерьез спеши катал нервы тренерскому штабу и болельщикам волков. Нагнетая обстановку чужих ворот, Гродницам удалось конвертировать свое преимущество в забитый мяч. На 78-й минуте матча после борьбы Инушкевича и Забелина в штрафной площади Ислыча главный арбитр Виктор Шимусик принял решение назначить 11-метровый удар. А Валерий Жуковский, реализовав пенальти, сравнял счет в матче. Каткевич угадал направление удара, но выручить свою команду в данном эпизоде не сумел. Любопытно, что капитан Мемана забил свой третий гол в текущем сезоне и все три мяча Жуковский оформил в пенальти. В оставшееся время качельная игра со стороны обеих команд успеха ни тем, ни другим не принесла. А самым примечательным моментом в концовке матча стал дебютный выход на поле в составе Ислыча Александра Глева. 1-1 Ислыч вновь набирает очки и забивает в пятом матче подряд. А Неман не может содержать Викторию в четвертом туре к ряду. В Мозере Славия принимала Могилевский Дня ПРО. Полесский коллектив, уютно расположившийся в середине турнирной таблицы, продолжающий собирать на юности внушительную аудиторию, перед встречей с могилевчанами на протяжении пяти матчей не мог победить. Однако при этом 6 из 7 последних туров красно-черные неизменно забивали. Команда Ивана Биончика, демонстрируя неплохой содержательный футбол, тем не менее оказалась на грани вылета, уступив в пяти матчах к ряду. Отдав инициативу сопернику, из первых минут матча избрав базовой стратегии игру вторым номером, хозяева поля преуспели, отвечая на действия гостей острейшими контратаками и раз за разом оказываясь на ударных позициях. В ходе одной из таких атак на 16-й минуте матча Слюсар блестяще обыграл Хвальхо, однако не сумел пробить Беглариана, но набежавший Нарх отправил мяч в сетку ворот Могилевчан и вывел вперед команду Михаила Марциновича. Для ганского хатбека Слави этот гол дебют на вредах Мазырян, а крайне неудачно вошедший в игру Хвальхо вскоре уступил место на поле Залесскому. Могилевчане, пытаясь отыграться, большими силами шли вперед, но реализация моментов с футболистами Дня ПРО оставляла желать лучшего, а хозяева поля продолжали зачитать организованную игру в обороне с классными быстрыми атаками с ходу. После перерыва гостевая дружина сумела добавить в агрессии и креативию чужих ворот и вынудила Славию гораздо больше внимания уделять оборонительным действиям. Однако компактное расположение защиты красно-черных не позволяло футболистам Дня ПРО атаковать с близкой дистанции, а самым опасным моментом у гостей стал удар Чикиды в перекладину. В отсутствие Побудея, которому тренерский штаб решил предоставить небольшую паузу, и несмотря на выход подстрела в составе Могилевчан вплоть до финального свистка, так и не нашлось исполнителя, способного взорвать игру и добыть очки для команды Ивана Биончина. Один-домь, минимальная победа Славия, а Дня ПРО проигрывает в шестом матче подряд. Футбольный клуб Минск против Жодинского торпеда БелА. В преддверии очного противостояния автозаводцев тяготило серии с трех к ряду матчей без побед, в то время как команда Андрея Радина, несмотря на неровный ход по дистанции с точки зрения результата, демонстрирует качественную игру и, рассчитывая на контратакующую модель, горожане забивали в пяти к ряду матчах. Хозяева поля, исходя из кадровой ситуации и стратегии соперника, вновь сделали ставку на игру в три центральных защитника, которым было необходимо сдерживать дуэт жодинских форвардов Обрадович-Горбачев и двухкоридорных, а также быстрый переход из обороны в атаку, имея в наличии быстрых Шевченко, Бахара и Сибулина. Расчет же Вадима Скрипченко удивить оппонентов сменной тактики новыми лицами в стартовом составе не оправдался, а Климович и Николаевич, признанные в отсутствии номинальных инсайдов, насыщить позиции между линиями и освободить зону для подключения крайних защитников, со своей задачей справиться не сумели. Красносиние с первых минут матча выглядели агрессивнее, острее и демонстрировали гораздо более цельную игру, нежели автозаводцы, у которых лишь эпизодически получалось строить атаки у ворот Леонова. Горожане посредством контратак в первом тайме могли открывать счет в матче. Однако до перерыва Горбунов спасал Торпедо Белас от пропущенного гола. А во второй половине матча Минск сумел полностью выключить из игры гостевую дружину и реализовал замысел Андрея Разина. На 49-й минуте матча Сазончик изумительной длинной передачи отправил забег на Сибулина, и форвард Красносиних сумел переиграть Горбунова. Для Сибулина тот забитый мяч дебютный в нынешнем чемпионате, а Сазончик записал в актив первую голевую передачу в высшей лиге. Забитый мяч передал хозяевам поле уверенности, и Горожане здорово контролировали ход поединка, продолжая вскрывать оборонительные построения Беласовцев острейшими быстрыми атаками. Организованная игра в защите не позволяла команде Вадима Скрипченко, даже с выходом Пой и Мышенко, создать что-либо опасное у владения Леонова. А на 72-й минуте матча еще одна передача из глубины поля застигла врасплох оборону Торпедо Белас, и Бахар удвоил преимущество Минска. В данном эпизоде отметим голевую передачу Свежого, который сумел вывести Бахара на ударную позицию, а также неуверенную игру Афи, проигравшего борьбу форварду Горожан. Бахар забил свой пятый гол в текущем чемпионате, отличившись с забитым мячом во втором матче к ряду. Спустя 4 минуты Яродский получил второе предупреждение в матче и оставил свою команду в меньшинстве. Однако вынужденные сосредоточить больше сил на обороне, своих ворот минчане по-прежнему не утратили стройность рядов и уверенно довели матч до победы. 2-0 Минск одерживает Викторию и улучшает турнирное положение, а Торпедо Белас не может выиграть на протяжении четырех туров. Отправляемся на матч Городеи против столичного Динамо. Сахарный коллектив, забив меньше всех высшей лиги, вместе с тем по количеству минимальных побед, превосходит даже лидеров чемпионата и на своем поле может дать бой абсолютно любому оппоненту. Белосинии под руководством Сергея Гуенко в двух последних турах добились побед, однако динамовцы по-прежнему нащупывают свою игру и пытаются как можно скорее внедрить в командную химию новичков. Со стартовых минут соперники избрали достаточно высокий темп игры, на протяжении всей первой половины придерживались динамичного течения матча. Особенно комфортно в такой игре себя ощущали хозяева поля. Городейцы, привычно надежно действуя в обороне и не позволяя как следует развернуться атакующей линией Динамо, не забывали и о собственных атаках. Рудик и Воловик составили хороший дуэт в центре поля, регулируя игру команды из глубины и длинными передачами разбивая прессинг гостевой дружины. Архипофи, составивший ему пару на острие атаки пушников, уверенно чувствовали себя в борьбе с центральными защитниками Динамо, а получивший шанс стартом в составе Байдук выделялся на правом фланге полузащиты, активно разгоняя атаки хозяев поля. Команда Сергея Гуренко предложила оппонентам активное открывание Зубовича на острие и подключение на флангах Кичина и Ятченко. Однако Копленко в опорной зоне в одиночку с трудом справлялся с атаками Городея. Городей, играя максимально просто, но эффективно, сумел на 36-й минуте матча открыть счет благодаря стандартному положению. Большое количество угловых у ворот белосиних конвертировалось в классную подачу Рудика, а Пушняков, откликнувшись на эту подачу, вывел Городея вперед. А под занавес первого тайма блестящим ударом отметился Байдук, который воспользовался передачей Сазановичей, обыграв Гавриловича, удвоил преимущество Городея в счете. Тем самым крайний полузащитник хозяев поля отметился дебютным взятием ворот высшей лиги. А на 56-й минуте матча успех команде Олега Радушка принес еще один стандарт. Пушняков не разберихил ворот Плотникова, после подачи углового сумел отпасовать на Жарскиса. Литовский защитник Городея забил свой второй мяч в текущем сезоне. После перерыва Сергей Гуренко постарался добавить креатива атакующим действиям своей команды, выпустив на поле Данила и опустив три боти чуть-чуть ниже по центральной оси для помощи Капленко. Местевой дружине на 71-й минуте матча удалось довести одну из своих атак до логического завершения и сократить разницу в счете. Яченко на дальней штанге замкнул прострел вышедшего на замену Белонога и забил свой первый гол в рядах новой команды. Белоног добавил Динамовца недостающей энергии и нестандартности в финальной третьей поле. И на завершающем отрезке матча украинец держал в напряжении оборонительную линию Городея, снабжая партнеров классными передачами. Однако Городецам удалось сбить в темп матча в концовке игры и довести игру до победы. 3-1 Городея одерживает вторую викторию Криаду, а Минская Динамо продолжает изрядно лихорадить. Завершаем наш обзор противостоянием географических соседей Слудска и Целегорского Шахтера. Хозяева поля в последних матчах поймали свою игру и значительно поправили турнирное положение, не проигрывая в четырех турах Криаду. Горники также прибыли навстречу в хорошей игровой форме, одержав четыре победы подряд. Однако отягощенные с учетом Лиги Европы четвертым матчем за 11 дней, что вызывало вопросы касательно физического состояния команды Сергея Ташуева. И действительно на старте матча желточерные, столкнувшись с обороной Слудска, испытывали нервозность и не вполне вошли в игру, допуская большое количество потерь мяча. Однако в этой ситуации на выручку гостевой дружине пришло стандартное положение. На 23-й минуте матча выстрел Антича пришелся в штангу, однако на добивании первым подоспел Ковалев и вывел Шахтер вперед. Тем самым игрок национальной сборной Беларуси забил третий гол в текущем чемпионате, прервав затянувшуюся с мая голевую завку. А спустя две минуты Ковалев во второй раз в матче огорчил Панкратова, замкнув прострел Бакая. Восьмая голевая передача вывела албанца в лидеры среди ассистентов высшей лиги. В этой атаке отметим не только успешное завершение, но и игру Антича с Балановичем, сумевшими взорвать левые фланги и сконструировать голевую атаку. Этот голевой спор в течение трех минут с отменной реализацией моментов позволил горнякам успокоить игру и в комфортном режиме контролировать ход поединка. Клучайне старались отвечать своими атаками, однако потеряв в преддверии матча из-за проблем со здоровьем двух форвардов, Виталий Павлов был вынужден обходиться на стрии атаки номинальными инсайдами, Дудиком и Джозефом, которые были полезны в быстрых атаках с ходу, однако Слуцкий испытывал проблемы в позиционном наступлении. А на сороковой минуте матча еще один стандарт в исполнении Бакая увенчался забитым мячом. Пустозеров неудачно подстроился под навес албанского плеймейкера Шахтера и поразил собственные ворота, увеличив преимущество команды Сергея Ташуева и фактически сняв вопросы относительно исхода поединка. В честь и хозяев поля, даже несмотря на три пропущенных мяча, Слуцкого второй половины игры искал счастье в атаке, пытаясь создать остроту ворот Климовича, однако забить этот вечер парням Виталия Павлова не удалось. А солигорцы отвечали своими опасными атаками, пользуясь свежестью вышедшего на замену Шандагоридзе, а также двужильностью Ковалева. И на 69-й минуте матча горнякам удалось быстро выйти из обороны и создать еще один опасный эпизод у ворот Панкратова, завершившийся очередным голом Ковалева. Шандагоридзе записал на свой счет первую голевую передачу в текущем сезоне, а Ковалев оформил первый в карьере хит-трип и забил пятый гол в нынешнем чемпионате. А спустя 7 минут, дебютировавшись за Шахтер Лулаку, прекрасной передачей Вилшин Дагоридзе 1 на 1 с голкипером. И грузинский форвард Солигорцев отличился забитым мячом во втором матче Криадов. Интересно, что это уже третье результативное действие новичка Шахтера за 46 минут игрового времени в высшей лиге. Продолжая атаковать, команда Сергея Ташуева могла повторить результат предыдущего матча с Неманом, однако становилась на достигнутом преимуществе. 0-5 Сулск терпит третье крупное поражение в сезоне, а Шахтер, продемонстрировав великолепную реализацию моментов, побеждает четвертым матче Криаду и выходит на второе место по результативности в высшей лиге. Все результаты состоявшихся матчей 18-го тура вашему вниманию. Обращаем внимание на вторую подряд крупную победу Шахтера и уверенные Виктории Городея и Минска, а также минимальный перевес Слави на Дняпро и ничейные исходы в Минске и Гродно. Победа позволила Шахтеру подобраться поближе к лидирующему дуэту и оторваться от претендентов на третью позицию в лице столичного Динамо и в случае торпеды Белас, который в свою очередь поджимает Городея. Славия, Неман и Сулск в топ-10, далее расположились Минск, Витебск, Корцор, Бугу и Гомель, а Дняпро по-прежнему не может выбраться из зоны вылета. Это был обзор 18-го тура высшей лиги. Вместе с вами за самыми интригующими моментами тура наблюдал Федор Прошкин. Всем добра!